В Караганде в результате пожара погибли три человека, две женщины и ребенок. ЧП произошло в частном доме с печным отоплением. Более 30 пожарных тушили огонь в течение трех часов. Когда они прибыли на место, в доме уже горели деревянные перегородки, мебель и вещи. Огонь перекинулся на крышу. В помещении спасатели обнаружили трупы трех членов семьи – шестилетней девочки, ее мамы и бабушки. Предварительная причина пожара – открытый источник огня. С начала года в Караганде произошло больше 600 пожаров. Октябрьские полицейские задержали двух мужчин, разыскиваемых за совершение особо тяжких преступлений в Казалардинской области. По информации ДВД жителей соседнего региона, оперативники арестовали в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в одном из гостиничных комплексов города. Задержанных подозревают в создании организованной преступной группы, которая занималась помогательством на территории Казалардинской области с 2015 по 2016 годы. В Павлодаре подрались медики. Конфликт произошел между главным врачом третьей городской больницы и главным специалистом управления здравоохранения. Это случилось сразу после совещания в комнате селекторной связи. Что послужило поводом для выяснения отношений между мужчинами, пока неизвестно. По словам заместителя управления, свидетелей потасовки нет. Подробности случившегося сейчас выясняет полиция. С места происшествия изъята съемка с камер видеонаблюдения. Управлением здравоохранения начато служебное расследование. Участники потасовки госпитализированы в больницу. Один из них в момент драки находился в очках и получил травму глаза разбитым стеклом. У мужчины друг к другу претензий не имеют. Проводится сейчас служебное расследование, по итогам которого будет дана правовая оценка. Ну и в отношении этих лиц приняты меры дисциплинарного характера. Жительница Петропавловска в своем гараже хранила алкогольную и табачную продукцию, качество и безопасность которой не гарантировалась никакими документами. Из нелегального склада полицейские изъяли свыше одной тонны пива, 300 литров спирта и более 200 блоков сигарет без акцизных марок. Стоимость товаров, не соответствующих казахстанским стандартам, составляет около 800 тысяч тенге. Для привлечения владельцев склада к ответственности материалы переданы в Департамент государственных доходов. 120 часов исправительных работы, 200 тысяч тенге морального ущерба. Такое наказание для воспитательницы детского сада суд счел достаточным. Методы воспитания работника образования из Тимиртау шокировали всю страну. Эти кадры снимали нянечки до школьного учреждения. Таким неоднозначным способом воспитатель несколько минут пытается усыпить полуторагодовалую Нану. Инцидент произошел еще в мае, однако известно об этом стало только в конце лета. По словам родителей девочки, после такого обращения педагогов малышка до сих пор лечится у психолога. В суде 50-летняя воспитательница попросила прощения. Известно, что у Умид Пермахановой своих трое детей, и она уже воспитывает внуков. Возможно, будем обжаловать, возможно, нет. Но я считаю, что это очень мягкое наказание. И по части возмещения морального ущерба нам присудили 200 тысяч. Оценивают наши моральные страдания. Я считаю, что это мало.